Привет! Вы на канале Dasha Models и тут мы говорим про моделизм и самое главное мы им занимаемся. И за несколько часов до боя курантов я хочу провести свои итоги года. И я построила все новинки звезды и выжила в этом году. Это мое главное достижение года. А начался год вполне спокойно. Я для эксперимента построила деревянную модель от Baomi. И под видео было очень много шуточек, что настоящие арматы тоже деревянные. Но на своем втором канале Dasha Technique я убедилась, что это не так. И тем не менее деревянный моделизм меня очень даже заинтересовал. И это очень неплохой формат для привлечения детей в наше хобби. И, например, мой секретный моделист просто тащится от этих моделей. Ну а потом я сделала горячую новинку прошлой зимы, это Тайфун ВДВ. И модель действительно у звезды получилась просто шикарная. И я получила большое удовольствие от работы над ней. А сейчас эта модель украшает частную коллекцию, чему я тоже очень рада. Ну а купить все необходимое для создания таких моделей вы можете в магазине Модельная Лавка. Именно там вы найдете все необходимое, чтобы занять себя в длинные выходные правильным хобби. А применяя этот промокод для своего первого заказа, вы не только сэкономите 500 рублей, но и поддержите мой канал. Ссылочка на магазин и промокод есть в описании к видео. А следом я решила отдохнуть от звезды и сделала модель от АВД. Это российская попытка сделать Мерседес. Не знаю, как это в жизни получается у Камаза, но у меня вышло вполне неплохо. А все мои хейтеры очень ругают меня, что модели у меня только от АВД или звезды. Но, что мне сказать об этом, кто же еще кроме костромских мужиков может делать такие Камаза? Ну а дальше снова звезда и снова отечественный грузовик. Собственно, моя очень любимая тема. Урал 4320. Урковоз по украинской терминологии. Но получился он у меня вроде бы достойным. И, кстати, это не последний Урал в этом году. Ну а больше контента обо мне вне моделизма и поближе познакомиться со мной вы можете на моей страничке на Бусти. Там есть контент, который вы нигде не найдете. А также через Бусти вы можете поддержать мое творчество. И это можно сделать также через функцию донатов на YouTube или же ВК. Все ссылочки есть в описании к видео. По тигру прямой наводкой. Это новинка фирмы Звезда, это пушка ЗС-3. И она играет главную роль на моей диораме. И периодически мне очень хочется заняться именно такой миниатюрой. А выход пушки как нельзя, кстати, подошел к этому моему желанию. И меня критиковали за масштаб забора. Да, к этому действительно можно придраться, но в целом на восприятие модели это не сильно влияет. А может быть в селе действительно были крепкие мужики и довольно зажиточные. А это прикольный грузовичок, мусоровоз. И построила я его в выходящем году. Единственный минус этой стройки, у меня он получился чересчур матовым. Все-таки подобные грузовики должны быть намного глянцевей. Но благодаря сотрудничеству Звезды с Итальери я смогла прикоснуться к легендарному европейскому моделизму. И построить модель самого крутого истребителя в мире, F-35. Качество самого набора по сегодняшним меркам так себе, но для экспериментов сойдет. А подавшись хайпу советского ретрофутуризма, который пришелся на нашу жизнь, я построила модель фантастического москвича. Это модель от Red Iron Models. И не от Звезды Лавода, как вы могли подумать. Модель была напечатана на 3D принтере. Так что мне пришлось заняться удалением артефактов этой технологии. И на этой модели я впервые попробовала аэрозольные краски от фирмы Звезда. И мне они очень понравились. Жалко только расход, они слишком большие. Ну а самый хайповый танк прошлой зимы и весны это Leopard 2. Каждый день о них были новости. И опять все-таки в коллаборации с Итальери Звезда перепаковала этот древний набор немецкого танка. И сейчас он смотрится довольно архаично. Но ради хайпа можно было построить эту модель. Правда на меня накинулись турбопатриоты. Так что мне пришлось скрыть это видео. И думаю, что в скором времени я его как-нибудь перевыпущу. А в этом видео было очень много иронии. Но почему-то никто ее практически не выкрутил. Ну а самый крутой КамАЗ это КамАЗ пятого поколения. И мне удалось его построить в прошлом году. Это смоляная модель от АВД. Так что пришлось над ней неплохо потрудиться. Это снова современный КамАЗ. И к сожалению кроме АВД эту тему вообще никто не затрагивает. Так что я буду удовольствоваться тем, что есть. А модель у меня получилась очень хорошенькая. И она украшает частную коллекцию. И я решила изучить тему восточноевропейского послевоенного автомобилестроения. И в этом мне отлично помогла модель грузовичка Ифа. Это прикольный большеголовый аналог нашей шишишки. Мне понравился цвет, который у меня получился. Такой прям действительно восточно-германский. И эта модель тоже ушла в частную коллекцию. Благодаря моей страничке на Авито. Так что не бойтесь мне писать. Если хотите получить модель. Молковостный шасси ГАЗ-53. Это еще один грузовичок на легендарном газовском шасси. И модель получилась яркой во всех планах. И именно результат работы над этой моделью мне понравился больше всего среди армады из всех построенных газончиков. А еще я обожаю маленькие самоходки. У меня в коллекции есть уже штук 4 и Мардер 3 в сотом масштабе. И поэтому мою коллекцию отлично дополнит маленькая мини Су-85 от фирмы Звезда. И кстати, я очень рекомендую такие маленькие наборчики для новичков. Их можно купить и в книжном, и в художественном. Я не смогла пройти мимо носатого ЗИЛ-133ГЯ. И да, это еще один кран в качестве основной нагрузки. И в видео я рассказываю сложную историю охоты за этой моделью. И грузовичок у меня получился довольно реалистичным. Единственная сложность в работе над такой моделью, это натяг троса через многочисленные блоки. Хотя можно было бы схитрить. В выходящем году я впервые прикоснулась к теме великого Вархаммера. И построила танк Лемон Рус. И мне пришлось посмотреть несколько многочасовых видео на ютубе, чтобы изучить историю вселенной. И понять, что к чему. И мне очень понравилась раса Эльдар. А новыми красками заиграла для этих инопланетяне после выхода сериала «Слово пацана». И надеюсь, кто-нибудь поймет эту отсылочку. А танк уехал аж в Якутск. И теперь он там радует фанатов вселенной среди вечной мерзлоты. А потом я решила закончить свой долгострой. Пикирующий бомбардировщик штука на лыжах в качестве шасси. И на этой модели мне нельзя было изобразить хвастику. И поэтому у меня самолет получился не совсем исторически верным. И, к сожалению, монетелизм это же историческая миниатюра. И не всегда получается сделать ее достоверной. Но ничего страшного. Главное, что я все-таки закончила эту модель. Но с самолетами у меня всегда какие-то небольшие есть проблемки. Но не умею я работать качественно с модельным скотчем. Ну а какой же мой канал без военных камазов? И вот в этом году я не смогла пройти мимо вот этого автомобиля. Если прошлые мои модели военных камазов показывали машины модернизированные, семейство «Мустанг», то эта модель изображает исходный ранний военный камаз. И мне кажется, я здесь очень удачно угадала цвета. А также я решила покрасить модель, используя только аэрозольные баллончики и кисточки. То есть без компрессора и аэрографа. И в принципе у меня получилось и получилось очень даже неплохо. Только такой трюк может произойти только с грузовиками от АВД. Так что я показала это только на этом мазике. А почему только с АВД? Потому что у АВД очень логичное членение на разные цвета деталей. Ну а самая эпичная стройка этого года – это вертолет Ми-8 в 48-м масштабе. Я его делала в цветах армейской полярной авиации. И да, некоторые военные полярные вертолеты красятся именно в такую окраску. А в интернете даже есть фото именно этого борта. Так что узлы подвески и вооружения тут в тему. Как многие писали, что я ошиблась. Но ведь мы же занимаемся моделизмом и строим технику, которая изображает конкретный прототип. Я решила построить раннее произведение московского автосавода. Я построила необычную модель седельного тягача. Это ЗИС-10. Тягач тачит прицеп и работает в тресте золототранс. А трансы тут ни при чем. А еще я очень люблю строить технику, которую я часто вижу или видела в реальной жизни. И я решила построить автобус МАЗ. Московской окраски. Синий с орнаментом по периметру крыши. И это очень сложная и очень любопытная работа. И она мне очень понравилась. А в настоящее время автобус украшает тематическую коллекцию Мосгортранса. Трактор из ТЗ-5 занимает особое место в моем сердце. У них очень-очень милые мордочки. Такие как бы песики. Тупоносые. А у звезды вышла версия с Катюшей. И я не смогла остаться в стороне. Правда, я очень долго провозилась с гусеницами. И решила свои косяки спрятать на диораме. И получилось это вполне недурно. А также я давно хотела построить модель из СЗО Ураган. И тут есть несколько причин. Первое, что это машина одной из творений московского автозавода. Это шасси ЗИЛ-135. И это очень легендарное и уникальное шасси. А вторая причина это Ураганы. Они часто мелькают в военной хронике. Так что модель у меня получилась чересчур актуальной. Ну и прототип сам по себе довольно брутален. Так что для постройки этой модели было довольно очень много причин. И я ее собрала. И как раз в это время был скандал с боеприпасами для артиллерии. И вышло видео довольно актуальным. А также я очень люблю строить модели в 72-м масштабе. Хотя этот масштаб широкие массы почему-то не очень любят. Зато модели получаются очень компактными. И оценить технику можно буквально с первого взгляда. И у звезды как раз вышел Урал 4320 в 72-м масштабе. И модель получилась очень неплохая. Хотя у меня есть претензии к членению модели на деталь. Не может пройти год, как я не построю модель автомобиля ЗИЛ-130. Так получилось и в этом году. И у меня завалялся набор с самосвалом. С квадратным кузовом. И я решила его быстренько собрать. И получилось это вполне правдоподобно. Кстати, если вы ищете первую модель для сборки, то я очень рекомендую обратить внимание на сделки от АВД. Там мало деталей. Все логично. И быстро строится. А с недавних пор я полюбила модели в 100-м масштабе. Но они еще прикольнее модели в 72-м. Правда в 100-м масштаб не очень сильно распространен. Им по сути занимается только звезда и несколько фирм, которые редко встречаются в России. Но когда вышла модель Т-70 в этом масштабе, мне стало интересно, насколько маленькой получится эта модель. И как я с ней справлюсь. И самое главное сравнить 35-й и 100-й масштаб, который у меня есть. И я справилась. Летнее настроение добавила модели Каруса. И все же помнят бесконечное лето. Правда там был несколько другой Карус. Но за неимением нормального Каруса я сделала его брата-картыша. И Карус 211. Он будет напоминать о лете. Надеюсь, оно будет бесконечным. И мне пришлось пройти через некоторые трудности в процессе работы над этой моделью тягача от НКВЗа, КАМАЗа. И об этих трудностях вы можете увидеть в видео постройке. Модель просто огромная и масштабная. И вновь 72-й масштаб порвался ко мне на канал и на рабочий стол. Это уже третья модель Тайфуна К. И РСКЛ от звезды вполне удался. И именно на этой модели я впервые попробовала спиртовые краски от Джим Скейл. Но пока не могу сказать, понравились они мне или нет. По полной мере до сих пор. А это эпичный пожарный Урал. И я построила его по просьбе моего зрителя. Это прям, наверное, самая харизматичная модель этого года. И на этой модели я впервые попробовала спиртовые краски от Мачете. И теперь я работаю с пожарными автомобилями только этими красками. Очень прекрасно и приятно в работе оказались эти краски. Штук 4. Это редкий немец в арсенале фирмы Звезда. Если раньше тефтонские машины очень часто встречались в каталоге фирмы Звезда, то теперь это редкость. И модель у меня получилась прикольная. Конечно, у меня к себе есть претензии по качеству камуфляжа. Но это в целом не мешает восприятию модели. А тема экспериментальных советских автомобилей еще недостаточно освещена в моделистской среде. И только ВД-модел сработает в этой области. Я построила экспериментальный УАЗ и ВАЗ. Я рекомендую посмотреть это видео с двойной постройкой моделей. А также мне иногда надо тренироваться в окраске фигур. И как раз мне захотелось расписать бойца с пулеметом. И мне надо будет как-нибудь разместить его на какой-нибудь диораме. А в целом очень удобно в отпуск брать какую-нибудь маленькую фигурку и пару-тройку красочек. А каждый год я обязана затронуть ролейную тему. Я построила модель желтой Лады Калины в ливреи заводской команды Лада Рейсинг. Я долго экспериментировала над окраской, но результат получился довольно прикольный. Хотя я и ругала набор, но основная проблема в сборке исходила все-таки от моей неопытности. И также от несоразмерности декалей. Як-40 это редкий гость из гражданской авиации. Эта отрасль моделизма от меня далека, но я постоянно хочу ее освоить. И благо такая небольшая модель позволяет влиться в гражданскую авиацию довольно легко. Так что в следующем году я продолжу эту тему. Этот масштаб мне понравился. Уазик Бобик это самая горячая новинка фирмы Звезда в этом году. И модель действительно получилась шикарной. Я немного накосячила их с окраской, но тут опять все-таки сказалась моя неопытность работы с новыми акриловыми спиртовыми красками от Джим Скейл. И там есть свои тонкости, о которых поподробнее я рассказываю в видео про Уазик. Так что учитесь на чужих ошибках. То есть на моих. А Камаз бетономешалка это очень неожиданная модель на моем рабочем столе. Эта модель вышла вне графика новинок от ТВД и была просто сметена с полок прилавков даже без каких-либо анонсов и реклам. А бетоновоз я довольно долго хотела построить. И особенно мне понравилось работать с засохшим бетоном. У меня получилось вполне реалистично. А сложную историю штурма Харькова в 2022 году российским спецназом я решила осветить при постройке модели бронеавтомобиля Тигр. А я считаю, что военную модель очень тяжело осветить без боевого контекста. И это же война, там и политика, и особенно когда речь идет о совсем недавнем прошлом. Так что пусть этот тигр останется некоторым мемориалом. И кстати, я еще в этом году делала модель Z-Буханки, но видео по политическим причинам мне пришлось удалить с Ютуба. И оно доступно только на условно-отечественных платформах. Интересно, что Буханка, скорее всего, послужила талисманному экипажу. Ведь мне попалось видео в телеграм-каналах, как снаряд попал именно в этот автомобиль. И при этом прошел насквозь УАЗика. И тогда никто не пострадал. А бронированный микросталин продолжает тему микротанков. Это ИС-7. И даже в таком мини-масштабе он выглядит вполне грозным танком. И по ему мнению, он обязателен к постройке. Тем более, что модель у звезды в таком масштабе получается очень даже приличной. Китайская Меркава продолжает тему бронетехники у меня на канале. И меня удивили размеры готовой модели. Раньше я думала, что Леопард это очень огромный танк. Но, как оказалось, по сравнению с Меркавой, он вполне даже компактный. БМП-3 это еще одна неожиданная новинка от фирмы Звезда. И мне кажется, что наряду с УАЗиком это одна из самых лучших моделей в этом году. Да и не только в этом году, а во всем каталоге. И меня поразило качество стыковки деталей. Да и актуальность модели не вызывает сомнений, к сожалению. Тем не менее, работа над этой моделью мне очень понравилась. И мне было очень даже приятно и интересно. Так что я советую попробовать всем собрать эту модель. Пожарный КамАЗ. И почему-то зрители обошли вниманием. Хотя это очень узнаваемая и харизматичная машина. И над ней было действительно очень сложно работать. Очень много нюансов окраски. Именно они сделают работу над этим КамАЗом настоящим испытанием. Но вроде в итоге все получилось довольно неплохо. Як-9 это мой долгостроенный. Видео про эту машину у меня получилось действительно очень интересным. И это все благодаря подробным съемкам этого самолета в музее техники Вадима Задорожного. Я, кстати, очень рекомендую всем посмотреть это видео. А также обязательно заехать на этих выходных в музей Вадима Задорожного. Не пожалеете, ни взрослый, ни дети. А последняя работа в этом году это талисман военный Урал 4320. И вы, я думаю, сбились со счета, сколько уралов я сделала в этом году. Надо будет в конце видео посчитать. Модели я делала по фотографиям прототип. И надеюсь, что он тоже послужит удачным талисманом. И в итоге, давайте посчитаем, сколько я сделала моделей. Я думаю, где-то 44 в этом году. Но на самом деле у меня получилось их чуточку больше. Просто некоторые я пока держу в секрете. И видео о них выйдут намного позже. Так что напишите в комментариях, сколько моделей за 2023 год вам удалось построить. У меня получилось около 20 моделей от звезды АВД. Что неудивительно, и 4 модели от других производителей. Благодаря этим итогам я поняла свой косяк. Нужно все-таки немножко разнообразить свою работу. Звезду АВД я, конечно, очень люблю. И я планирую делать побольше моделей от других фирм. Например, в следующем видео выйдет модель от отельера. И в нестандартной для меня тематике. Также на подходе модель от Трумпетера. Несколько других производителей. Так что в следующем году я обещаю быть немножко насыщенней и многообразней. И чтобы не пропустить все интересные видео, я советую вам подписаться на мой канал и поставить лайк. А я поздравляю всех моих зрителей с наступающим Новым Годом. А кого-то с прошедшим, а кого-то и с будущим Рождеством. И желаю всем крепкого здоровья, чтобы в жизни у вас так все так складывалось. Чтобы вам хватало времени и сил на свое хобби. Так что увидимся в новом году, в 2024. А с вами, как всегда, Даша. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.